День с толком Смотрите в этом выпуске Эпидемию РВИ пережили Теперь в регионе готовятся к коронавирусу Только желанные щенки В приюте Ласка открылся пункт стерилизации животных Самим не получается Редакция Гатета Сами просит помощи в ремонте Сразу две петиции против строительства нового корпуса Огона площади Сахарова появилось в интернете На данный момент их подписали в общей сложности меньше 100 человек Но новые голоса появляются буквально каждую минуту Петиции обращены к губернатору края Виктору Томенко И министру образования России Валерию Фалькову Авторы документа требуют перенести строительство нового корпуса Классического вуза в другое место И сохранить сквер на Сахарова Ректор Сергей Бочаров не просто игнорирует мнения жителей Барнаула Ему на них просто плевать Руководствуясь только своими меркантильными и конъюнктурными интересами Хотят вырубить одну из немногих зеленых точек в центре И построить еще одну бетонную коробку Напомним уже завтра, 19 февраля На площади Свободы состоится массовый пикет горожан Против строительства нового корпуса Ожидается, что в нем примет участие более 100 человек За прошлую неделю число больных гриппом и ОРВИ в регионе снизилось на 7% Эпидемический порог сейчас превышен не так значительно, как это было в конце января Тогда цифра составляла 72%, сейчас 29% Но карантинные мероприятия в крае сохраняются По-прежнему больше болеют дети до 14 лет Почти 30 школ и детских садов все еще закрыто В этом году медики отмечают в основном циркуляцию гриппа Б Встречается и свиной грипп, правда количество таких больных незначительное Как сообщили представители краевого Минздрава В этом году обстановка в больницах более спокойная Мы не переприфлировали в этом году ни одно отделение Для того, чтобы расширить мощность коечного фонда Вот как раз под заболевших ОРВИ и грипп То есть работаем в абсолютно стандартном режиме Со стандартной нагрузкой работает скорая медицинская помощь Готовятся в регионе и к возможному приходу коронавируса Почти в ежедневном режиме врачи нашего края общаются В рамках селектора с представителями других регионов Обсуждают вопросы клиники и диагностики В том числе лабораторные этого заболевания Чтобы врачи смогли при необходимости оказать помощь Если у кого-то вирус будет выявлен Переходим к другой теме Приют для животных «Ласка» начал прием заявок На льготную стерилизацию питомцев В конце прошлого года приют выиграл грант На строительство спецпункта В котором можно бесплатно стерилизовать Своего четвероногого друга, если у вас нет средств Сделать это за свои деньги Правда, придется подождать очередь Заявки принимаются заранее Записаться можно со среды по воскресенье С 10 до 16 часов Открытие льготного пункта стерилизации Состоится в марте Приравнять стипендию к прожиточному минимуму Такой законопроект внесен в Госдуму Существующие размеры студенческой выплаты Депутаты называют недопустимо низкими И не способны обеспечить ни одну жизненно важную потребность человека Предложения по законопроекту принимаются до 1 апреля Кстати, сейчас, по данным Госдумы 65% студентов совмещают учебу и работу Многим просто не хватает на жизнь Причем этот факт подтвердил наш опрос на улицах города Куда бы потратили деньги, грызущие гранит науки И хороша ли инициатива, предложенная депутатами Такие вопросы мы задали не только студентам Я считаю, что это правильно Потому что студенты вместо учебы ходят Стараются работать больше А мало обращают внимание на учебу самому Реально не хватает? Ну, двух тысяч как хватит Приходится подрабатывать Так что, если добавят, действительно будет потрясающе Это очень хорошо, если приравняют ее к прожиточному минимуму И будет проще ездить на транспорте Потому что стипендия в данный момент 560 рублей Ее не хватает на многое Как и многие из нашего училища У нас есть практика И мы вынуждены еще тратиться на проезд на электричку каждый день Это абонемент, он стоит рублей 360 Если студент живет не рядом с местами обучения То часто не хватает на проезд Да и вообще, как бы, кушать, как бы, все равно много на что не хватает Как считаете, не жирно ли студентам-то будет? Я думаю, нет Вы согласны с тем, что... Конечно, согласна Сейчас очень трудно на 2000 в один раз только в магазин сходить А студентам надо помогать Ну, это, конечно, было бы отлично Если бы было так все Единственное полноценное школьное издание в крае Газета сами просит о помощи в ремонте помещения Внутренняя отделка и мебель износились и требуют капитальной замены Но денег ни у самой редакции, ни у администрации города на это нет Почему же так важно помочь газете, расскажет Полина Жданова Ваш замечательный, сломанный, прекрасный звук Мы стараемся выбрать подальше, чтобы наши гости, которые приходят на конференции На него вот так и случайно не сели И не нафиг было так начаться Сломанные стулья, незакрывающиеся шкафы, окна, из-за которых летом жарко, а зимой приходится сидеть в куртках Кабинет, в котором вырастают журналисты, пиарщики, специалисты по СММ, похож на заброшенный советский класс Косметический ремонт делали 4 года назад, но этого уже мало Все эти стулья, столы, которые вы здесь видите, они уже старые Им всем, они еще со второго этажа переехали, им всем, наверное, сколько этому зданию Они тут, наверное, годов с 80-х Мы вроде как позиционируемся и в интернете, и как газеты, как молодежные СМИ для подростков Алтайского края То есть мы хотим быть современными, хотим быть классными Но при этом сюда приходят ребята заниматься и видят, ну вот это вот все Как бы вот эти все старые столы, старые стены, вот эти шкафы Ну и, конечно, здесь неуютно, не очень комфортно Газета «Сами» – единственное школьное издание в крае Здесь бесплатно обучают азамтели, радио, газетные и мультимедийные журналистики За 28 лет существования в редакции обучились несколько тысяч детей Около 300 из них стали журналистами Здесь вырастают таланты, дети приходят еще школьниками, потом становятся преподавателями для младших Например, Маша Лобастова учится на четвертом курсе журфака и преподает сетевую журналистику Мои знания ограничивались конкретной газетой, потому что я и писала в газету, и занималась только газетой Интернет-журналистика для меня была, ну скажем так, еще не до конца открытой И для того, чтобы научить ребят, мне пришлось самой сначала освоить вот эти азы интернет-журналистики, мультимедийной журналистики И потом мы вместе начали дальше, ну все эти программы осваивать Самисты говорят, администрация города отказала в финансировании ремонта, якобы на это нет денег Но будущие и действующие журналисты не сдались и решили сами сделать ремонт и найти на это средства Вместе с командой педагогов я решила запустить сбор на планете Мы хотим преобразить редакцию, поставить новые окна и двери, починить шкафы и мебель А также сделать грифельную доску, чтобы можно было писать план номера И для этого нам нужна ваша поддержка Мы хотим собрать 160 тысяч рублей На ремонт можно пожертвовать на сайте Планета.ру На данный момент собрано уже 33 тысячи рублей, но сроки поджимают Деньги нужно собрать до конца февраля, иначе платформа заблокирует проект Мечта самистов отремонтировать помещение в марте, на день рождения редакции Но это напрямую зависит от неравнодушных Полина Жданова, Александр Антропов, День с толком Семья Елисеевых из Новоалтайска самая спортивная, а Славгороду нет равных в хоккее В Рудцовске завершилась Олимпиада городов Алтайского края Три дня спортсмены состязались в хоккее, футболе, шахматах, палеотлоне, лыжных гонках и семейных конкурсах Кто первый в медальном зачете и где состоится следующая городская Олимпиада в нашем следующем сюжете Мама за дочкой, папа за мамой Финал соревнований спортивных семей края Накал гонки такой, что лыжи не выдерживают Лучше всех с этим испытанием справляется семья Елисеевых из Новоалтайска Мама Марина, папа Евгений и дочь Арина Очень рады, что мы в этом принимаем участие Это заставляет двигаться, мотивирует не лежать на диване, а идти готовиться Приходится работать неохота, но все равно поднимаешь себя и идешь Потому что понимаешь, что ты не один Еще приходится пинать и детей, так как они еще маленькие, не понимаешь, что тоже им нужно Пока всех напинаешь, двинешь на место, но все равно здорово Мы очень благодарны, гонки мне вообще спорту, что это есть в нашей жизни Почти 40 лет в крае проводят Олимпиады городов В них охотно участвуют активные жители Говорят, это быстрый способ отвлечься от будней, показать себя и, возможно, победить Так как это сделала сборная Рубцовска по футболу Три безответных гола ворота на волтайцев и Рубцовск чемпион Или сборная Славгорода по хоккею, выигравшая турнир В Волтайском крае много традиций Есть хорошие спортивные традиции И вот такой важной, наверное, основной традицией являются Олимпиады Олимпиады городов и Олимпиады сельских спортсменов Это тот праздник, который надо поддерживать, развивать и пусть он будет Интрига в медальной гонке городов сохранялась до последнего дня соревнований В итоге на нижнюю ступень пьедесталов стал Бийск, на вторую Рубцовск, а чемпионом стал Новоалтайск Вырвав победу с разницей всего в 5 очков Следующая Олимпиада городов Алтайского края пройдет летом 2021 года в Заринске Андрей Дрейер, Алексей Янкин, День с толком Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компании Валар Итоги дня подведем вместе в вечернем выпуске новостей До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok